Вопросы относительно динозавров довольно-таки интересные, упоминаются ли динозавры в священном Писании в священном Куране. Безусловно, мы понимаем то, что Куран – это всеобъемлющая книга, и Всевышний Создатель говорит во фасалена кулли чейн тавсиля, мы каждую вещь разъяснили и объяснили. И часто мы можем услышать о том, что Куран раскрывает, затрагивает, говорит практически обо всем. Но обо всем то, что несет некую пользу касательно нашей мирской жизни и касательно вечности. Одна из форм мольбы, с которой посланник Всевышний обращался к Создателю – это «Аллахумма алимна маянфаан ванфаан бимаалямтана» – «О Всевышний, обучи нас тому, что несет пользу, и дай нам извлечь пользу из того, чему Ты нас научил». Безусловно, возможно, кому-то знание о динозаврах было бы полезным. И, наверное, есть многие, которые тратят свою жизнь, тратят колоссальные ресурсы, пытаясь разобраться в том, что было и что кануло в историю. «Иншалла», быть может, это принесет какую-то пользу с точки зрения мирского и с точки зрения вечного. Безусловно, мы понимаем то, что Всевышний является Творцом, Творцом всего и вся, Творцом миров. Он «Раббуль алимин» – Господь миров. И понятие миров объемлет и вбирает в себе очень многое. Это и ангелы, и джины, и люди, и растительный мир, и животный мир. И животный мир также подразделяется на разные свои подмиры. И, может, среди них также есть и мир динозавров. Но только лишь Всевышнего ведомо, были ли они или нет. Но в Коране именно такой формулировки, как «динозавры» лично я не встречал. Возможно, это связано с тем, что знание о том, что кануло в историю и касается динозавров, не принесет уж такой большой пользы для этой жизни и также для вечности. КОНЕР КОНЕР Субтитры создавал DimaTorzok